Добрый день, коллеги! Спасибо большое, что нашли время присоединиться к нашему вебинару. Спасибо компании Direct Media за возможность пообщаться с вами в таком формате. Сегодня мы очередной раз погрузимся в мир цифровых образовательных ресурсов. И очередной раз посмотрим на образовательные порталы, не обязательно глобальные, на разные образовательные порталы. И на этот раз мы будем смотреть на них с такой несколькой специфической точки зрения. А именно мы будем искать на этих порталах что-то, что поможет нам развить определенный тип навыков. Это навыки, о которых мы поговорим еще, дадим им определение. Это hard, soft и self-skills. И, собственно, этот вебинар тоже из серии интернетоведения. Я задумалась над тем, как я могу назвать тот пул знаний, который я передаю, и кто в результате получается, и те, кто прослушал, становятся кем. И поняла, что становитесь вы интернетоведами. Это термин не мой, не я его придумала. За этот термин очередной раз большое спасибо Галине Уртамбековне Солдатовой, которая огромное вообще сделала дело для того, чтобы мы, педагоги российские, понимали, вернее, российские онлайн-предподаватели и все, кто работает в онлайне в образовании, понимали, в какой среде мы работаем. И вот в одной из своих книг Алина Уртамбековна говорит о том, что надо готовить не столько учителей информатики, которые учат чему-то конкретному, как составить презентацию, и прочее, надо готовить интернетоведов, которые знают и саму эту образовательную среду, и те инструменты, пользуясь которыми, можно в этой среде жить и профессионально, и лично, и вообще существовать. Потому что реальные виртуальные миры сейчас уже неразделимы. Итак, вебинар сегодняшний наш из серии интернетоведения. Я рассчитываю, что прослушав его, вы сможете самостоятельно искать и находить образовательные ресурсы в интернете для развития всех видов навыков. А именно, каких? Hard, Soft и Self Skills. Немножко о том, что это за навыки. Вот харды, как у нас иногда говорят, жесткие профессиональные навыки, это те, которые требуются от конкретного работника, который выполняет работу на своем рабочем месте. Как правило, развитие этих навыков предполагает освоение определенного предмета, связанного сейчас с осознанными активами. Вот я, например, по первому образованию я биофизик, и мы активно занимались тем, что паяли схемы, как ламповые, так и полупроводниковые. В моем времени еще были лампы. Часто это подполагает обучение по STEM-дисциплинам. STEM-дисциплины – это естественные науки, технологии, инженерное дело и математика. Вот что называется харды. Это не значит, что в гуманитарных дисциплинах нет таких хардов. Например, психологи должны уметь владеть навыками проведения тестов или составления опросов. То есть харды – это не обязательно, так сказать, вот эти самые STEM-дисциплины. Кроме хардов есть софт, мягкие навыки. Это навыки, которые не связаны с конкретной профессией. Но очень сильно влияют на карьеру. Они нужны для формирования связей в социуме, для карьеры в частности. Да, коллеги, я хочу вам сразу, хочу сразу вас попросить, если будет плохой звук, сообщайте мне об этом в этом общем чате, потому что я, когда увлекаюсь, я начинаю говорить очень быстро, и звук начинает, так сказать, дробиться и поступать к вам таким пунктиром. Сильно затрудняет восприятие. Поэтому сразу предупреждайте, ставьте восклицательные знаки в чате. И второе – вопросы, пожалуйста, задавайте во вкладке «Вопросы», чтобы я их ни в коем случае не пропустила. Итак, значит, что я говорю? Soft skills, да? Какие это? Вот здесь они перечислены. Это ключевые навыки, которые называют ключевыми навыками 21 века. Это креативность, критическое мышление, коммуникация. Вот. И я туда еще записала эмпатию. Вот. Потому что я видела, как сильно отличается жизненный путь эмпатов, да, людей, которые реально могут владеть навыком эмпатии, то есть способность поставить себя на место другого человека, понять его чувства, мысли и, что называется, им подыграть, как здорово они продвигаются вот именно в карьере. И есть еще один вид навыков, который Татьяна Михайловна Ковалевой, у нас, так сказать, основоположник школы тьюторства, российской школы тьюторства, она назвала эти навыки self-skills, то есть навыки управления собой, самостроения, саморазвития, навыки развития собственной образовательной субъектности. Это имеет просто отношение непосредственно к тьюторству, поэтому, следуя за Татьяной Михайловной, мы называем эти навыки self-skills. Вот. Тоже очень важный вид навыков. Итак. Сейчас мы, собственно, и пройдемся по порталам, тем, которые, ну, по разным образовательным порталам, с целью посмотреть, а что эти порталы дают для развития того или иного типа навыков. Вот. Тут я хотела сказать несколько слов о стратегии, о стратегии, которую применяю я, когда ищу, например, нужные образовательные ресурсы в интернете. Я не берусь говорить, что это универсальный навык, но вот именно этим пользуюсь я. Здесь я обращаю ваше внимание, так сказать, на то, что вы можете скачать презентацию, вот это есть, и вы, так сказать, просто попробуйте, может быть, дополните чем-то эти стратегии. И здесь важно что, что вы, если вам нужно найти какой-то образовательный ресурс, да, то вы, как всегда, идете в поисковую строку и вводите там либо область знаний, либо ключевые слова, понятия, процессы. Важно помнить, что искать надо подводный, правильно, русскоязычный вариант и англоязычный вариант. Вот это очень, так сказать, продвигает поиски, потому что, как выясняется, помогает понять, а что ты, собственно, ищешь часто. Так, потом, вот мы определили, что нам конкретно нужно, вспомнили ключевые слова и пошли. Либо на известный портал образовательный, либо на сайт агрегатора. Агрегатор онлайн-курсов – это такие сайты, которые собирают информацию о доступных в интернете онлайн-курсах, аналитику проводят и предлагают потом, значит, и категоризацией занимаются этих образовательных ресурсов. Это очень полезные штуки, полезные сайты. Сейчас в России таких агрегаторов все больше и больше. Становится это отдельный вид бизнеса. Самый известный из них в мировом масштабе – это агрегатор Class Central, который я неоднократно упоминала в своих вебинарах. Так, вводим это в поисковую строку, получаем результат. Результат в виде списка, ну, как-то выдача. Еще внизу приводится то, что похоже, приличится вместе. Если нас устроил результат, мы берем нужный ресурс и идем глубже. Если нет, расширяем запрос, как правило, повторяем поиск. Не все. Вот если говорить о soft skills, тем более self skills, то, как правило, в лоб найти не удается. Если вы наберете в интернете слово «Тьютор» в этой выдаче, которую вы получите, там будет 95%. 100% сайтов для аппетиторов. Это немножко другое. В лоб не удается, нужно искать по смыслам. То есть, например, если не удается по слову «Тьютор» найти, то я ищу либо по слову «Гайд», либо по слову «Фасилитатор». Что-то в этом духе. То есть не по букве, а по духу ищу. И важно, что еще. Вы знаете, когда вы поиском занимаетесь образовательных ресурсов, обязательно обращайте внимание на то, что смыслы терминов в русском языке и в английском могут меняться. Вот, например, мы говорим «индивидуализация образования», а в англоязычной литературе – это персонализация. Вот оттуда к нам теперь пришла персонализация, и мы теперь думаем. Многие подхватили, да, вот у нас есть персонализация образования, а как это с индивидуализацией образования соотнести? И тут же еще индивидуальный подход очень сложный, усложняет, так сказать, жизнь. То есть это такая большая путаница в терминах, поэтому, пожалуйста, обращайте на это внимание. И если у нас что-то не получается или получается плохо, то обязательно пробуем еще, потому что каждый поиск индивидуален. Как ни странно. Итак, три вида навыков мы уже разобрали. А теперь пойдемте по платформам, вернее, по образовательным порталам. Первый и главный для нас портал – это национальная платформа открытого образования. Почему он главный? Потому что он самый крупный в России, по идее, да. И он русскоязычный весь, и он бесплатный. Хотя бы в этом отношении можно на него посмотреть. Стоит начать. И что же мы там видим? Мы видим, что там на позавчерашний день был 471 курс от 16 университетов. Дальше, если мы посмотрим, в среднем это 30 курсов на университет, это много. Это значит, что игроки на НТО, они много производят курсов, поэтому в среднем получается прилично. Как правило, в других порталах меньше раза в два, если взять курс на университет. И все курсы по 10 недель минимум. Я посмотрела, по крайней мере, то, что относится к хардам. Все очень длительно. 10, 12, 13. Там очень такая крупная программа. Значит, дробление какое? В основном это математика и механика. 15% всех курсов на НПО – это механика и математика. Остальные, математика и компьютеры науки – 1%, химия, физика, механика, материалы – порядка 1%. А уже soft skills, психолого-педагогическое образование – вообще один курс. К педагогическому образованию 9 курсов из 471 – это порядка 2%. Что еще затрудняет поиски? Это направления подготовки. Они там даны, как у нас принято, в нормативных документах. Наверное, в определенных отношениях это хорошо, но в целом не сразу можно. Я, например, не вспомню номер подготовки, которую я в свое время проходила, или которые нужны мне сейчас. Это затрудняет, на самом деле, поиск. Но, правда, там есть и по названию тоже. Вот по направлению, чтобы там была кодировка подготовок, я больше ни в одном портале не видела. Итак, очевидно, что на НПО наблюдается явное преобладание хардов, the hard skills. От каких университетов здесь есть курсы на этом портале? Вот они приведены. Все это, конечно, очень серьезные, крупные наши университеты. Здесь понятно, что они в результате будут тяготить именно к предметным знаниям, то есть к хардам. Вот, ну, собственно, вывод такой и очевиден, в смысле, будет очевиден после рассмотрения. Вот, 16 университетов, в общем, самых наших известных. Ну и какие же это курсы? Да, вот большую часть составляют курсы, которые относятся к математике, естественно, наукам, технологиям, инженерному делу. Вот типичный пример – твердое и горючее ископаемое. Разработан в МИСИСЕ систематика происхождения свойств. Направление подготовки – геология. Что там можно узнать? Структура свойств. Конечно, твердое и горючее ископаемое – это угли. Вот, и какие угли бывают, какие генезисы, полиморфизм, вернее, метаморфизм, я не знаю, что это такое у геологов, методы и средства оценки качества безопасности и так далее. То есть вот такой очень типичный, такой инженерно-технологический курс, разработан ведущим университетом, 10 недель, 4 зачетных единицы. Очень серьезный, на самом деле, курс, потому что 4 зачетных единицы за 10 недель, в общем-то, это достаточно серьезно. Это не прогулка. Еще один. Основа технологии машиностроения. Это разработан, курс разработан в ГТУ имени Баумана, относится к технологии материалов. И в этом курсе очень подробно, в традициях как раз ГТУ имени Баумана, описываются машиностроительные производства, характеристики, покрешности обработки, сборки, технологическое обеспечение качества изделий. В общем, такой очень инженерный и, надо сказать, курс, судя по тому, как его описывают, в общем, проходить его и изучать будет достаточно тяжело, потому что тут очень тяжелый сам по себе материал, допустим, погрешности обработки и сборки. Ну и, то есть, для того, чтобы его быстро освоить, потребуются очень серьезные навыки. Так, ну, может быть, использован как для подготовки бакалавров-магистров, так и в ДПО. И, к сожалению, вот он 17 недель, 3 зачетные единицы, то есть, допустим, плотность информации не слишком велика, но сама по себе информация достаточно тяжелая. И, к сожалению, вот для курсов, которые на НПО часто, курсам на НПО свойственно, что такой стиль очень такой административно, командный или такой очень тяжелый, наукообразный, и перечисление вот этих всех деталей. То есть, курс явно не ориентирован на слушателя, он ориентирован на контент, на преподавателей. Вот, и, к сожалению, и ошибки стилитические, грамматические пропуски слов встречаются. Вот я вижу, что это очень огорчает, потому что это лицо нашего образования в мире, если мы там видим вот такого вот роднебрежности, то возникает, так сказать, это проблематизирует нас относительно ценности контента, который предлагается. Техника и технология бурения морских скважин. Надо сказать, что эта отрасль, она у нас очень развита, это тут впереди планета всей. Это мы умеем делать хорошо. Бурение морских скважин, особенно на шельфе, у нас это делается, делается успешно. Самые современные технологии строительства, вот это хорошо. Действительно, современные технологии. И это основано все на колоссальном опыте. Черноморг, нефтегазов, швуток, курс разработан в Тюменском индустриальном университете. Ну, бывает, наверное, такая горизонтальная кооперация. Тоже 12 недель, 3 зачетных единиц. То есть, так сказать, а что же про, так сказать, более, про те же самые, допустим, hard skills в других областях, гуманитарных, допустим. Вот, современная педагогика, как это работает. Интересный курс, разработан он в Санкт-Петербургском госуниверситете по направлению образования и педагогической науки. Вот, и что же, вот начинаем читать, и тут же видим курс ориентационной направленности. Я, честно говоря, не знаю, что означает эта фраза. Видимо, он такой вводный характер имеет, как пишут, так сказать, для начинающих, для сильно продвинутых педагогов. И это делает его, на самом деле, наверное, более ценным, потому что откуда еще черпать знания о современной педагогике, современной, актуальной, по-настоящему современной, если не из практик продвинутых университетов, которые известны, так сказать, просто мировым масштабом. А Санкт-Петербургский госуниверситет, напомню, он участвовал, и его курсы лежат и на курсерии, и на ЕДЕКСе. Хотя нет, на ЕДЕКСе не помню точно. Итак, вот в центре внимания авторов курса новые педагогические идеи, образовательные технологии и так далее. Представление о навыках 21 века. В процессе изучения курса обучающимся предстоит освоить педагогическую концепцию семи навыков успешности человека начала 21 века. Вот это очень важно, потому что это выводит нас на те самые self-skills, которые просто так не найдешь. В лоб вы self-skills, может быть, вам повезет, вы найдете, но это, как правило, намного реже бывает, чем, допустим, бурение скважин. Так, напрямую найти очень сложно. И то, что в этом курсе это есть, это очень хорошо. То есть зайдя туда, на этом курсе вы сможете освоить не только hard skills для педагогов, но еще и self-skills и soft skills. В общем, такой очень разнонаправленный курс, видимо, очень полезный. Вот, значит, и здесь, так сказать, все сделано достаточно грамотно. Я тут, кроме вот этого курса ориентационной направленности. И еще, конечно, само описание курса, вот этот стиль, вот такое размышление, да, современное образование, с одной стороны, развиваться вместе со стремлением, нечего, да, 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 да. То есть сам темп речи, сам ритм речи такой вязкий очень, да, это не про, это не очень хорошо для дистанционных курсов, для онлайн-курсов. Там должно сразу, так сказать, у вас есть там не больше 15 секунд, чтобы захватить внимание человека, который смотрит на ваш курс, поэтому лучше сразу делать так, чтобы его заинтересовать буквально первой фразой. Я хочу просто добавить, что вот рассмотрение, мы с вами рассматриваем эти курсы, и вы параллельно осваиваете еще навык работы в онлайне, навык курса строительства для онлайн-курсов, строительства, размещения, продвижения. Вот это очень важно, чтобы ваше описание курсов сразу цепляло, сразу хватало, удерживало внимание. И потом, конечно, нужно эти обещания оправдывать. Итак, то есть, значит, курс от Санкт-Петербургского университета современной педагогики, как это работает здесь, и харды, и софты, и сэлфскетты. Еще один новый курс, лучшие педагогические практики, разработан он в МГПУ, совместно со Сталий и Слава, с МСИСом, 10 недель, одна зачетная единица. Ну, как-то маловато для 10 недель, одна зачетная единица, я бы сказала. Вот здесь, так сказать, вас обещают познакомить с самыми разными практиками, и с инклюзивным образованием, и с деятельственным подходом, и с индивидуализацией, и тьютерским сопровождением. Но, так сказать, что напрягалось здесь? То, что повторяется слово «знакомство». Вот пять, как бы, да, так сказать, задачами данного курса, и все это знакомство. Ну, как бы знакомят, наверное, по сути-то это и правильно, но все-таки терминологию надо хотя бы разнообразить. Ну, для того, чтобы не потерять темп, не упустить внимания того, кто этот курс пытается начать осваивать. Вот, еще интересное. Это от высшей школы не ту МСИС, современные образовательные технологии, новые медиа в классе. Я бы тоже рекомендовала посмотреть на этот курс, потому что это МСИС, да, это люди, которые реально владеют технологиями цифровыми и другими. Стали и Слав – это очень известный бренд. Вот, сильный бренд, он еще и в Советском Союзе был очень сильный. Вот, новые медиа в классе. То есть, вот тут вы ознакомитесь уже с инструментами, которые можно использовать в классе, в аудитории. Вот, и сможете, вот, нам обещают развитие навыков организации современного образовательного процесса, в том числе технологии проектирования, реализации и анализа урока с использованием ИКТ, да. Вот, с использованием, вот, анализ урока с использованием ИКТ, это сейчас очень актуально. То есть, нужно для той же индивидуализации очень важно понять, какой прогресс состоялся в рамках класса, или занятий, или лекций, семинара. Вот, и делать это позволяет именно, значит, технологии. Вот, в частности, я, когда веду вебинар, я думаю, что другие ведущие, спикеры тоже, мы периодически смотрим, а сколько у нас народа осталось из тех, кто пришел. Вот, это очень важно. Вот, и учитываем в следующий раз, сколько у нас вообще пришло, и какая была динамика этого количества. Итак, современные образовательные технологии, новые медиа в классе, курс, где вы освоите, значит, технологии, хар-хат-скиллз для педагогов, в новом, значит, современном образовании и, наверняка, софт-скиллз, потому что это технология планирования и анализа, да, но еще и софт-скиллз, возможно. Так, еще, высшая школа экономики, социальная психология. В общем, сейчас, конечно, востребованный, я бы сказала, предмет, востребованная тема, образование психолого-педагогическое. 13 недель, 4 зачетные единицы, довольно высокая плотность. О чем здесь курс? Смотрите, на самом деле, это, конечно, софты, да, то есть здесь написано, рассмотрим, как люди анализируют информацию себе и окружающих, когда, позитивно-негативные эмоции и так далее, как они, когда себя ведут. Вот, то есть это, конечно, софт. Я не уверена, что селф, но софт здесь есть. Итого, функциональная платформа открытого образования. Немного университетов-партнеров, всего 16, в других местах их больше. В основном, конечно, это хар-хат-скиллз, продолжительные курсы по большей части. Темы не самые интересные, но достаточно специфические. Насколько они новые, тоже трудно судить, по крайней мере, мне. Стиль описания на НПО курсах, и, скорее всего, сами курсы написаны, точно так же, с тяжелым многословным стилем, принятым в учебниках. Надо понимать, что здесь у нас не учебники все-таки. Небрежное оформление, к несчастью, описание с ошибками стилистическими, грамматическими – это минус. Но плюс в том, что все это бесплатно. А теперь давайте пойдем на другие подробные порталы. Допустим, глобальный портал EDEX. Почему я пошла туда? Потому что EDEX – это образовательный портал, созданный Массачусетским технологическим институтом, известным как раз своей научно-инженерной направленностью. То есть там должны быть харды, очень серьезные. И, собственно, так он и развивался, этот портал. Но, как мы увидим, он потом развился. Это портал, который обеспечивает нас не только хардами, но и очень часто софтами. И там 2500 курсов, 140 университетов. Смотрите, это 5 раз больше курсов, чем на НПО, и университетов в 10 раз больше. О чем это говорит? Это говорит о том, что там много новых университетов. Это обусловлено тем, что EDEX предоставляет хостинг, услуги хостинга, онлайн-курсов для других университетов во всем мире. И, конечно, быть представленным на EDEX – это очень статусно, это очень продвигает университет, поэтому они стремятся быть там представленными. Что для меня было новым и радостным? Я нашла 19 русскоязычных курсов на этом портале. Эти курсы были разработаны в МИФИ и в ЭТМО. И, так сказать, 90% этих курсов, они, что называется, по хардам. То есть это четкие совершенно такие инженерные навыки научные. Во-первых, квантовая механика, принципы квантовой механики. Это МИФИ, наш Национальный ядерный исследовательский университет. Но это не только, как выяснилось при чтении описания, это не только знания, такие харды по ядерной физике, физической электронике. Там, конечно, основное орудие труда, но курс, оказывается, закрывает общепрофессиональные компетенции, связанные с системным критическим мышлением, межкультурным взаимодействием. То есть на самом деле МИФИ понимают, что разделение скиллов на хард и софт, это, извините за жаргон, еще раз. Но у меня такой выбор, либо я начинаю англицизмами грешить, либо жаргонизмами. Поэтому я приношу свои извинения, я периодически буду попадать либо в тот, либо иной грех. То есть разделение на хард-скилл и софт-скилл, это все-таки очень относительно разделение, и ведущие наши университеты это прекрасно понимают, как мы видим. Это, кстати, понимают, то есть у хороших университетов это понимают. Неважно, то же самое существует технологический институт, который мы еще увидим в его портал. Еще один. Так, мощные лазеры, лазерный термоядерный синтез. Это очень новая тема, потому что термоядерный синтез – это одно из таких очень привлекательных направлений энергетики, потому что термоядерный синтез, как мы знаем, не загрязняет внешнюю среду. Осталось его запустить как-то, этот термоядерный синтез. И вот этот курс про то, как мощные лазеры позволяют этот термоядерный синтез запустить. И тем самым использовать возможности безопасной, экологически чистой термоядерной энергетики. Курс продолжительности 7 недель. И вот здесь смотрите, на Едексе, хотя изначально этот портал создан как бесплатный, но когда туда просто миллионы людей стали заходить и учиться, стало понятно, что на обработку и сопровождение этого обучения нужно очень большое количество людей, поэтому потихоньку стали монетизировать навыки. Это мировая тенденция, о ней мы много говорили на одном из предыдущих вебинаров. Так вот, вы можете учиться бесплатно на этом курсе, там все по-русски есть. Но если вы захотите получить сертификат, то должны будете заплатить 49 долларов. Это 3000 порядка 300 рублей по курсу на тот день, когда я готовила эту презентацию. Согласитесь, цена вполне доступная. Я прошу прощения, если я не вижу каких-то вопросов, но я обязательно их потом посмотрю. Так, следующее. Основа физики полупроводников электроники. Это тоже Едекс. Обращаю, напоминаю, что это глобальный портал. Быть представленным там очень важно, очень шестижно. Разработчик этого курса тоже МИФИ. То есть здесь вы разовьете навыки работать с цифровой аналоговой схемой техникой. Но еще и также рассмотрите основные методы анализа электронных схем. Здесь я выделила также, да, вот так вот. То есть смотрите, также здесь неправильная ошибка в описании. Также здесь пишется вместе, потому что здесь он союз. А так это очень частая ошибка. Я все время борюсь со своими студентами, но видим, это бесполезно. И я уже вижу просто в документах на уровне министерства, что не различают люди, когда писать так же вместе, когда так же в русском. Вот мы и на Едексе тоже показали, что мы не очень в этом разбираемся. Размещаем как бы без, не уделяя должного внимания русскому языку. Это, кстати, вот Асофтскинс, да, тех же самых. 7 недель и в течение каждой недели от 2 до 8 часов вы будете тратить, в зависимости от вашей подготовки. Тоже сертификат стоит порядка 3,5 тысяч рублей, 3,3 тысячи. Вот, что я там нашла на Едексе? Очень интересно. От Института МИФИ, от Университета Ядерного Университета МИФИ, работники, сотрудники кафедры русского, там есть иностранных языков, не знаю, департаменты или что, но там великолепные два курса о том, как писать научные статьи на русском и на английском. Это большая проблема для очень многих, особенно те, кто начинает учиться для магистрантов наших. Большая проблема, они с трудом через нее продираются. И когда я увидела этот курс, я тут же им рекомендовала, всем нашим магистрантам, что такой курс очень простой, он хотя и шестинедельный, но очень многому здесь можно научиться, такой hard skills, да, вот навык написания научных статей. Вот, очень полезный курс, здесь то, что очень надо и для диссертации, и для статей, очень полезный. И тоже можно получить сертификаты тоже за 49 долларов. И еще одна, еще один курс такой, по написанию научно-технических статей, тоже от МИФИ, особенности написания научно-технических текстов. Вот, и важно то, что вы значительно меньше трудностей начнете испытывать, составляя научно-технические тексты. Это очень сложно для очень многих. Вот, научно-технические, ну, я в том плане, что научные тексты могут быть и по психологии, и по философии. Вот, технические, научно-технические, все-таки, наверное, вряд ли по философии, но, по крайней мере, там, где речь идет о техниках, технологиях, они бывают разные. Так, так вот, 7-недельный курс и тоже 49 долларов сертификат, пожалуйста, получите сертификат от ЕДЭКС. То есть сертификат вы получите, да, вы получите от МИФИ сертификат, но там будет указано, что вы учились на ЕДЭКС. Итого, что мы видим на ЕДЭКС? Большое разнообразие университетов, их очень много разных. Русскоязычные курсы на ЕДЭКСе, слава богу, есть. Разработаны они МИФИ и ТМО. Тематика русскоязычных курсов на 89% – это ХАРТ. И стоимость сертификата порядка 3000 рублей. А теперь давайте перейдем к еще одному порталу от, собственно, МИФИ, МИФИ, Технологического института, портал MIT OpenCosware. Я о нем подробно рассказывала, когда на вебинаре про так называемые молчащие и кричащие образовательные порталы. Кричащие порталы, которые все знают, Курсеру сейчас знают все. Но есть молчащие порталы. В частности, у существительского технологического есть кричащий портал, не ДЭКС, всем известный. Большинство, по крайней мере, связанных с онлайн-образованием. Но есть и молчащий портал, OpenCosware, которому уже лет 10, то есть он начинался как такой портал, который содержал классические дистанционные курсы. Тогда еще не было форумов. Поэтому там лежали материалы в определенной последовательности, выдавались задания. И там порядка 200 тысяч курсов. То есть, смотрите, там лежат курсы, которые были созданы когда-то, не в формате муков. Они были созданы под более старый дистанционный формат. Эти курсы все были опробованы, они не с пополка свалились, они все когда-то проводились. Но эти курсы уже, что называется, были сняты на данный момент, они с производства сняты. Но они там лежат. Их можно использовать для производства других курсов. Понимаете, вот этот контент, он очень ценный, потому что он создавался в то время, когда еще не было такого количества фейков. Когда было трудно, люди, когда писали курсы, они обращались к энциклопедии Британика для того, чтобы проверить свои данные. Опирались на данные, конкретные данные о глубоких оригинальных академических исследований. То есть вот этот контент очень-очень серьезный, очень качественный. Я знаю, такой же портал есть и у Открытого университета Великобритании. Мы тоже о нем говорили. И контент, который там лежит, он может быть как несколько устаревший. Там просто данные немножко устаревшие. Не все исследования там есть, но тем не менее страшно все это, интересно и полезно. Вот этот портал 500 миллионов посещений накопил со временем своего существования. И, так сказать, лозунг совсем простая. Выложить все материалы наших курсов интернета и сделать их широко доступным для всех желающих. То есть лозунг очень похож на лозунг создателей курсера, лучшие курсы, лучших профессоров, лучших университетов. Темы, вот на ЕДЭК всего, вот по-крупному если брать, то там 11 тем. Допустим, биология, биология, химия, физика. Там очень все замечательно структурировано. Огромный объем материалов. Те по темам, под темам и в каждой теме от одной до десяти специальностей. То есть, допустим, химия, органическая тема химия, под тема органическая химия, а специализация или специфика, или специальность, это, допустим, органические, это, допустим, нуклеиновые кислоты. Вот так. То есть, там очень-очень много материала, его можно структурировать по-разному, и это помогает найти то, что тебе надо. Больше всего под темы специальностей там, где STEM-дисциплины. Речь идет о STEM-дисциплинах. В теме образования всего лишь 4 под темы специализации, и всего 38 курсов. Здесь я привела просто примеры. Инженерное дело, аэрокосмическое инженерие, специальность аэродинамика, или механизация летающих летательных аппаратов. Есть очень разные сортировки. И вернемся давайте к теме образования. Там 38 курсов по теме образования, и вроде бы их мало, но каждый из этих курсов стоит того, чтобы его закончить. Вот смотрите, первый, против, дружественный класс. Дело в том, что массажерский технологический, это очень такого мирового масштаба университет. Туда приезжают учиться очень много студентов из разных стран. И у них вот эта тема кросс-культурного взаимодействия, создание дружественной атмосферы, обучение, так сказать, на английском языку тех, для кого английский язык не родной. Это очень популярно. И вот встречается, так сказать, и развитие вот этих soft skills, да, тоже очень, так сказать, важно для этих преподавателей. И вот смотрите, вот этот курс, дружественный класс, он состоит целиком из учебных видео. И он специально разработан для ассистентов-преподавателей, для которых английский не родной язык, то есть фактически для нас. И американская культура тоже не родная. Вот. Значит, чему обучают? Стратегиям коммуникаций, атерактивно в американском классе. Демонстрируются лучшие практики, реализация сценариев обучения, которые разработаны в мастер-шельском технологическом. То есть как обучать, как интервьюировать, всякие советы от ассистентов-преподавателей. То есть вот 6 видео, 6 заданий. В формате ПДФ все это бесплатно. И те, которые закончат курс, прежде всего, они постигнут вот этот подход user experience, дизайн, дизайн, который ориентирован на пользователя, дизайн, так сказать, взаимодействия с пользователем. Вот. Значит, вы начнете лучше понимать ожидания студентов, чего они ждут, и оценить собственную практику, используя критерии, предложенные в виде курса. Коллеги, вот у нас там 40 человек в аудитории, и я не вижу ни одного вопроса. Я начинаю подозревать, что я, наверное, что-то неправильно объясняю, так сказать, никого я не заинтересовываю или никого не заставляю усомниться в чем-то. Вот. Может быть, вы активизируетесь немножко и позадаете мне вопросы, например, зачем нам все это слушать? Галина Александровна, спасибо. Я рада, что вы внимательно слушаете. Я очень постараюсь сделать так, чтобы это было полезно. Итак, вот по, значит, MIT OpenCourseWare значит, неисчерпаемое количество разных программ, в основном по STEM-дисциплинам. Они есть англоязычные, есть русскоязычные. Можно использовать для практически любой аудитории, это очень важно, на разных этапах и в разных условиях, потому что он большой, да, мы существуем психологически, там много иностранных студентов. И ресурсы очень разнообразные. Вы знаете, там есть и аудио, и видео, и сопровождение преподавателей, без сопровождения преподавателей. Эти учебные материалы можно скачивать, и все это бесплатно. Такой вот праздник духа, когда я открываю вот эту вот тему образования на вот этом портале, я просто испытываю сразу неумоверное желание побежать все это освоить. Вот, и я очень советую именно это и делать. Я уже рассказывала о том, что, значит, английский, вот таким, если вы начнете вот изучать нужные для вас курсы на английском языке, на надежных порталах, то вы, у вас будет двойной выход. Это знание предмета и знание английского языка. А теперь давайте вернемся в наши пенаты и обратим внимание на такой портал, как лектория МФТИ. МФТИ – это тоже вуз мирового уровня. Вот, и, конечно, это физико-технологический институт, как он раньше назывался. Вот сейчас это университет. Значит, что такое лектория МФТИ? Идея была такая – записать лучшие курсы лучших лекторов МФТИ и сделать их доступными. И вот эта идея была реализована, и поэтому там, интересно, на главной странице этого лектория висит вот такой лузун «Слава, разработчикам лектория, слава, слава». Наверное, действительно, это стоит принимать всерьез, потому что действительно работа проделана колоссальная. И вот только любовь, видимо, преданность сотрудников, которые занимались разработкой, собирали эти лекции, оформляли их, размещали, обновляли, позволила создать такой вот очень мощный, я считаю, образовательный ресурс. Там 90 курсов в основном, 74 из них – это по стенд-дисциплинам, но есть и курсы, где развиваются и по развитию софт-скилл, так называемых. Там есть управление проектами, бизнес для чайников. Есть замечательная лекция «Хома Люденс» «Человек играющий» о том, что такая игра в стиле того, что для онлайн-образователей чрезвычайно актуальна геймификация, как свой способ создания и поддержания мотивации, не только для онлайн-образователей. И вот это такого рода лекции, где подробно разбираются подходы Йохан Хайзинга, философ, который исследовал игру, и то, почему она так увлекательна для людей. Вот там все где-то излагается, это, конечно, очень интересно. Всего таких 90 курсов, полторы тысячи лекций, лучших преподавателей, 145 лекторов с отличным образовательным бэкграундом и огромным опытом практической работы на разных уровнях общественной иерархии, от советников, министров и выше, до, собственно, людей, которые непосредственно занимаются на рабочем месте созданием чего-то. Есть еще коллекции, вот 18 коллекций, куда входят и конференции, материалы конференции, консультации, мастер-классы, научно-популярные лекции, один хакатон. Все это можно изучать в мобильном приложении лектории МИФИ. Очень полезная штука, потому что, что касается уровня, то тут можно быть спокойным, потому что МИФИсты, да, просто МИФИсты, студенты МИФИсты, они всегда отличались такой творческим подходом, смелостью высказываемых идей, с научной обоснованностью того, что они говорят и делают, поэтому это имеет смысл, значит, в частности. Если вы хотите, так сказать, развить, подразвить свои софт-скиллы, и селф-скиллы, да, то можно пойти на курс «Бизнес для чайников». Там 14 лекций. На самом деле, так сказать, как все, так сказать, очень умные люди, вот такие вот вещи, серьезные вещи подаются, так сказать, такой легко усвояемой форме. И вот там не занудно, я смотрела эти лекции, смотрите, одно название «Бизнес как игра», «Бизнес за парк». И вот что для меня сейчас важно было, я увидела там, наконец, такую специальную лекцию о различиях между аудиторами, оценщиками, экспертами, аналитиками, консультантами. Почему? Потому что я занимаюсь в том числе и качеством образования, для меня очень важно понимать, мы оцениваем, вот есть разные подходы к оценке качества онлайн-курсов, можно оценивать как эксперт, экспертную оценку давать, но есть подходы и как оценщики работать. Вот, и для меня это просто очень важно, и тут я увидела очень четко ориентированную, то есть лекцию ориентированную именно на то, чтобы на ответ, на получение мной ответа на этот вопрос. То есть, лектори фистеха очень сильный, как по хардам, так и по софтам. Сильный преподаватель, кстати, из разных стран, некоторые ресурсы там, англоязычные. есть минусы, потому что это такие классические лекции, которые записывались в аудитории, то там нет, там темп вот такой вот раздумчивый часто бывает, потому что, ну как привыкли, стоя у доски так рассказывать, что там медитировать, что-то рефлексировать параллельно опыт свой преподавателей, то там иногда вот это напрягает. И есть лекциях много нестандартных идей, да, вот бизнес как игра, бизнес как... А вот интересная еще штука, предпринимательство как игра на отмену правил. Это из курса бизнес для чайников. Как вам это? Вот это на самом деле цепляет, да, предпринимательство как игра на отмену правил. Все, кто пытался что-то менять в своей среде жизни или работы, то понимают, что, собственно, если ты начинаешь что-то предпринимать, первое, что ты приходится делать, это менять правила. И тут и сопротивление, и все остальное. То есть на самом деле очень полезный, интересный портал. Так, теперь просветительский проект от Ядакова-Сомова. Это лекториум, да. Мифи, стихи это лектории, а тут питерский портал, он коммерческий, просветительский. Вот, в основном они занимаются созданием учебных материалов в формате открытых онлайн-курсов, но также съемка и размещение видео-лекций. Сейчас они здесь еще и издательская деятельность. спецпроектами. Всего там 84 курса, 85% из них бесплатные. Платных 10 всего, и в основном это олимпиадные курсы, и это курсы для родителей, то есть о том, как подготовить ребенка к выходу на более высокий уровень. Есть курсы, для которых не надо проходить вообще регистрацию. Вот, например, кружок по физике для инопланетян. Я читала про этот курс, он, собственно, такой очень завлекательный для детей. Я имею в виду для подростков, конечно. Про то, прилетели инопланетяне к нам на Землю, мы должны объяснить основные законы физики. Вот как мы это будем делать? И вот такой подход, нестандартный совершенно. Это очень здорово. Это вот, так сказать, это вот для софта, для софтов. Я бы сказала, еще и для селф. Вы не объясните инопланетянину нашу физику, пока сами не поймете. Сертификация бесплатная, но не везде. В 70% случаев сертификат бесплатный и проходят это все, все курсы проходят в свободном режиме, самостоятельном. Вы можете развить на этом портале, как я говорила, hard, scales и self. Ну вот про хард, да, вот стемп дисциплины, 57% опять же, это все-таки стемп, физика, математика, химия, биология, инженерное дело 10. Все это подается в таком очень современном формате, быстром, живом. А вот для, интересно, на лекториуме, на лекториуме от Якова Сомова я нашла просто целую подборку курсов, направленных на развитие, на self-skills, на развитие навыков самоуправления, принятие решений, построение своей индивидуальной образовательной программы, вы понимаете, была совершенно потрясена, потому что я говорю, что self-skills очень трудно найти вот в лоб. А тут, пожалуйста, вам все это выложено. Конечно, я об этом сразу сообщила своим студентам. Вот смотрите, курс управления собой для родителей, школьников, да, две недели всего лишь, 17 видеолекций, несколько проверочных заданий, курс бесплатный, приходи, учи. для 6-11 классов отдельно, для 6-11, то есть там для 6-8 и 9-11 разбивается. Автор, разработчик курсов по управлению, то есть три курса, управление собой родители, управление собой школьники 6-8 класса, управление собой школьники 9-11. Очень полезный курс, он про что? Значит, он про то, как помочь ребенку осознать свои мотивы, ответы получить на вопросы, как вовлечь ребенка в исследование и развитие самоуправления. Согласитесь, это дорогого стоит. Разработан смарт-курс. Курс, я не очень знаю эту компанию, но я знаю Викторию Шуманскую, доктор психологии, преподаватель ГИМО. Она директор Skillfolio, компания Skillfolio разработала совсем недавно новый тест, который так и называется, тест на развитие эмоционального интеллекта. То есть и средства диагностики, и способы развития soft skills, и self-skills, вот есть на лекториуме от Якова Сомова. И кроме того, есть еще такой бонус, бесплатный тест на определение вашего педагогического стиля. Я, конечно, я, естественно, сразу его прошла, выяснила, что мой педагогический стиль ориентирован на процесс. Я бываю слишком такая либеральная. Мне нужно неплохо бы развить навыки того, навыки, педагоги и педагоги ориентированы на результат, чтобы тем же самым моим студентам было бы легче продвигаться к образовательным целям на тех программах, где я преподаю. Я это намотала себе на ус, и буду это дальше развивать. То есть первое направление, значит, это было управление собой, а вот принятие решений. Принятие решений это тоже три курса отдельно для родителей, для школьников 6-8 классов, для школьников 9-11. Тоже две недели, 17 видео лекций, проверочные задания, бесплатные. Разработчик тоже смарт-курс, и создал разработчик Тимур Жабаров, специалист по работе с подружками. На самом деле, что Виктория Шамас, я плохо знаю Тимура, я хорошо знаю, больше знаю Викторию, но я думаю, что это те специалисты, которым имеет смысл доверять. Итого Лекториум, небольшой портал, но зато там очень качественный контент, хорошо поданный, живо и убедительно. Темы очень актуальные, можно развить все типы навыков, есть выбор даже для развития. Вот какой-то один случайный курс, где мы можем, изучив который, можем развить навыки собственно самостроительства. Но есть целый выбор таких навыков. И еще один портал, о котором я хотела вам рассказать, это портал новый, вернее, относительно новый, он просто возник в догонку к курсере и декцию. Это портал, называется Каденция, его основал тоже один из выпускников Стэнфордского, если я не ошибаюсь, университета или Гарвард, на общем-то, такого очень хорошего уровня. Этот выпускник, он вовремя как-то осознал, что то, что есть на курсере, не совсем покрывает потребности людей, работающих в искусстве, а связанных с искусством, значит, с музыкой, с дизайном, да, и вот он такой портал основал, который, собственно, ориентирован на искусство, музыку и креативные технологии. На остальных порталов-провайдерах MOOC в таких курсах не много. Всего 242 курса. Интересно, что здесь не только курсы, их 80, но и микрокурсы, 50 микрокурсов. Это новое направление такое, вот у нас сейчас в России предлагается заняться тем, чтобы создавать курсы, которые стоят 500 рублей, но продолжаются один час. Какой мини-блог, микро-обучение. Ну и в том числе на каденции есть несколько курсов, за которые можно получить кредиты. 26 тем, кстати, смотрите, сколько тем по искусству здесь. Здесь и архитектура, и дизайн, и сочинение музыки, и аранжировка, история культуры, история кино, литература, мультипликация, веб-дизайн. Очень много всего и все это представлено, можно смотреть, большие, очень объемные галереи всяких результатов. И, что называется, дескать, данных, то, что было использовано обучающимися авторами при разработке курсов. Просто визуально очень интересно все это смотреть. И здесь есть что называется «Hudskills в искусстве и предпринимательстве», в том числе «Управление финансовым». То есть такой жесткий навык, но в искусстве тоже очень полезная вещь. Нам просто сильно не хватает понимания того, как финансируется образование. Я, правда, сомневаюсь, что кто-то вообще это понимает хорошо. Я к каким не отношусь. Так. Так. Микрокурсы по одному-два часа. Здесь есть. Пример. Вот «Lesson Planning». То есть это курс по планированию уроков. Курс, это микрокурс. Это всего две сессии, каждая по часу. Итого два часа трудозатраты. Изучается он самостоятельно. И он предназначен для учителей музыки, которые работают с начинающим пианистом. Но о чем там, собственно? О том, как структурировать урок, чтобы эффективно использовать время. Это, на самом деле, soft skills, которые стоят достаточно дорого. Постановка целей на урок, управление целями. Это восемь уроков про это в течение часа. И подготовка к практике. Как задавать, как разрабатывать и давать домашние задания, как контролировать выполнение практика дома. Понятно, что начинающий пианист должен заниматься и дома, и вот как сделать его домашние занятия эффективными. Это не бесплатно. 30 долларов, то есть это порядка 2000 рублей на курс по курсу на 1 марта. Ну, конечно, не бесплатно, но вполне доступно. И гитары для начинающих. Вот там еще много курсов таких, которые просто очень популярны, очень востребованы, действительно популярны. И вот гитары для начинающих как раз такой. Прежде всего, она бесплатная. Это вот этот курс бесплатный. Но он достаточно большой. Шесть сессий, каждый по 9 часов, того 54 часа. Согласитесь, это уже не микрокурс. Настоящий курс. И можно получить бесплатный именной сертификат, но для этого надо набрать не менее 65 баллов из 100 в целом по обучению. А те, кто по итогам обучения попал в 20-ку, 10-ку или 5-ку лучших, получают еще и знак отличия в виде ленты, которые могут каким-то образом предъявлять граду и миру. То есть, такая вот геймификация небольшая. Так, что же по каденции? Это те же самые хатскиллс в основном, в основном в дизайне, в искусстве, в кино. Там есть микрокурсы, там высокие требования к получению сертификата, потому что 65 баллов из 100 это уровень хорошо. Если будет просто удовлетворительно, вам не дадут ничего. Стоимость порядка 2000, есть бесплатные курсы на популярные темы. Итак, вот мы с вами кончаем. За час я укладываюсь. Что же в сухом остатке? В образовательных порталах можно встретить и хар-хартскиллс, то есть встретить ресурсы, найти ресурсы для развития жестких науков, так и мягких, и навыков самостроения. Второе. Есть те 3D-порталы, которые опочековались от больших университетов. Прежде всего это Дидекс, это НПО наше, это Лекторий Фестиха. Они тяготеют конечно к хардам. Понятно, предметное обучение, его никто не отменял. Небольшие, но продвинутые порталы предлагают материалы по селлскиллс. Это то, что мы видели на Лекториуме. Стоимость обучения, даже если это платное, ты платишь только за сертификаты, стоимость сертификата от 2 до 3 тысячи рублей, в зависимости от вашего, ну на самом деле там и выше бывает, фьючерлен, допустим, это 4 тысячи много бесплатных курсов, особенно на молчащих порталах. Можно найти на русском, на глобальных образовательных порталах, и появились микрокурсы по одному часу. Вот то, что у нас в сухом остатке сегодня. На этом мой доклад закончен, вы уложились точно, и я жду ваших вопросов, может быть у вас есть какие-то суждения, сомнения, я вам заранее за них благодарна. Большое спасибо. Спасибо за внимание. Я вижу, что аудитория вся практически осталась. Я очень надеюсь, что то, что я вам сообщила, интересно не только мне. Действительно, эта информация новая, мы мало знаем, то есть наши преподаватели и наши педагоги мало знают о том, что происходит в мире по этой теме. Ага, так. Спасибо вам за внимание, за ваше время, терпение. Если будут еще вопросы, вы можете мне их задать. У меня собственно мои контакты указаны на каждом слайде. Вот видите, здесь копирайт этого года и мой электронный адрес. Пишите, пожалуйста, я есть на фейсбуке. Пробуйте, давайте дальше на эту тему общаться. Спасибо большое. Я передаю слово Татьяне Телевидиной для завершения нашего субтитра. субтитра. Спасибо. Татьяне